Всем привет! Знаете, что объединяет Илона Маска, который бросил Стэнфорд, не поручившись там три дня? Гонку вооружений, в которой сцепились США и Советский Союз в прошлом веке, китайскую революцию в искусственном интеллекте и огромное количество новоиспеченных блогеров, включая вашего покорного слугу, которые теперь вещают в Ютьюбе. Сейчас расскажу. Эта штука называется FOMO – Fear of Missing Out. Это такая боязнь остаться не у дел, оказаться у разбитого корыта, тогда как все пошли развиваться дальше, оказаться рядом с мертвой коровой, тогда как у соседа корова жива. Это такая зависть в перемешку с боязнью за свое будущее. Это ровно то чувство, которое по сообщению испытывал Эллен Маск, когда видел, как развивается интернет и понимал, что он не может пропустить волну технологий и готов забить на свое обучение. Это то, о чем думали супердержавы Советский Союз и Америка, когда они видели, как соперник растет технологией и понимали, что они тоже должны это делать. Это ровно то, что почувствовали миллионы и миллиарды, наверное, даже китайцев, когда Альфа Го обыграла их чемпиона по игре в Го практически в сухую. Это ровно то, что двигает миллионами китайцев создавать тысячи компаний в сфере искусственного интеллекта, и что заставило Китаю спустя три года после этого знаменательного поражения оказаться в сфере искусственного интеллекта впереди планеты всей. И это то, что заставляет сотни тысяч людей разных возрастов, глядя на успехи Дудя, детей блогеров, различных комиков и тому подобное, выходить в YouTube и все время пытаться что-то рассказать другим. Ну а сколько новоиспеченных дейта-сайентистов и программистов оказались в новой профессии благодаря ФОМА, тут уже даже не посчитать. Скажу по правде, и ваш покорный слуга оказался в шаде во многом благодаря этому чувству. Ну а теперь вопрос. Зачем я вам все это рассказываю? Казалось бы, вот эти все страхи, эмоции, это прибежище слабых людей. А сильные пользуются интеллектом, рациональным мышлением и на его основе принимают решения. Правда? Правда? Нет, это не правда. Это самая большая неправда, в которую только можно верить с точки зрения функционирования человеческого мозга. Мы с вами, друзья мои, как и все люди, патологически нерациональные существа. И если мы смотрим на себя и думаем, о, какие мы классные, какие мы рациональные, значит, мы копаем не слишком глубоко. Значит, мы просто не видим, что на самом деле руководит нашими действиями. Я не хочу сказать, что рациональное мышление в принципе не работает. Нет, оно играет огромную роль. Но часто в принятии решений есть и подводные течения, которые направляют нас в одном направлении, а не в другом. И если мы не видим эти подводные течения, то мы страдаем от них. Если же мы их понимаем, то можем научиться пользоваться ими и извлекать из них пользу. Как мы извлекаем пользу из нашего рационального мышления. Я не буду вам рассказывать, как излечиться от ФОМО, наверное, потому что я не знаю, я сам им периодически страдаю. И это скорее вопрос к психологу. Но я вам расскажу, как из ФОМО извлечь пользу. ФОМО – это лучший антидот к прокрастинации. Часто спрашиваете, а что же делать так, чтобы эффективно работать, как все успеть, как сделать кучу всяких вещей одновременно и тому подобное. Вот ФОМО вам в помощь. Смотрите, если у вас не получается что-то делать, вы начинаете лениться, не хотите делать то, что вы должны, проще всего взять и поддаться этой лени и ничего не делать. Но при этом посмотреть, что делают другие. Полистать в Фейсбук или Контакт, посмотреть, чем занимаются сейчас ваши одноклассники, ваши одногруппники, чего они добились. И очень скоро вы поймете, что вы далеко не царь горы. Что если вы будете сидеть и ничего не делать, как сейчас, то ваши друзья, ваши коллеги, сверстники и тому подобное вас обскочат. И они добьются чего-то, они будут жить новой жизнью, они будут успешными, они будут классными, они будут путешествовать, они будут известными, они будут богатыми, you name it. Что вы хотите видеть, а вы не будете. Потому что вы ничего не делали. И вот эта мысль, одна вот эта мысль заставает подскочить просто со стула и бежать действовать. Потому что ты не хочешь оказаться хуже других, ты хочешь быть лучше других. Но чтобы быть лучше других, нужно идти и делать дело. И тут уже лень отпадает. И тут уже програстинация просто подбрасывает ножки вверх, потому что она уже не может с вами бороться. Бороться вас одолела фома. И фома, которая приведет вас к продуктивной деятельности. Фома тяжело победить в себе. Но фома можно управлять. Это классная штука, которая поможет вам быть эффективными и добиваться большего. Поэтому пользуйтесь своей иррациональностью, вместо того, чтобы отрицать ее, и добивайтесь новых высот. Расскажите в комментариях, что вы думаете по поводу фома. Испытываете ли вы его? Если испытываете, помогает ли оно вам? Приходится ли вам с ним бороться или наоборот оно помогает быть эффективным? Ну и конечно, лучший способ одолеть фома, это подписаться на наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до следующего раза, пока поезд не уехал. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok